Здравствуйте! Это библейский портал экзогет.ру. Цикл лекций. Введение в Священное Писание Нового Завета. Тема лекций. Особенность древнегреческого языка Нового Завета. Мы приступаем к изучению нового раздела, который называется «Текстология». Раздел очень важный, как в смысле изучения Священного Писания, так и в смысле его апологии. В настоящее время можно услышать такие аргументы со стороны скептиков и людей, выступающих против веры, против церкви. Они говорят, если бы Новый Завет был богодухновенным, все рукописи должны были быть абсолютно одинаковыми. Но мы наблюдаем огромное количество разночтений в древних рукописях. Значит, Новый Завет небогодухновенный не содержит в себе никакого откровения Божия. Но чтобы объяснить, по какой причине наличие разночтений в древних рукописях не противоречит нашему церковному, православному пониманию богодухновенности, вначале мы должны обсудить, на каком языке написано Священное Писание Нового Завета. И когда мы этот вопрос рассмотрим, станет ясно, как объяснить разночтение. Сам Господь Иисус Христос, когда проповедовал, вероятно, говорил на арамейском языке, разговорном в тот период в Палестине. Это не означает, что он не мог беседовать по-гречески или на латинском языке. Мы знаем, что греческий язык был очень широко распространен в Палестине, и многие люди на нем говорили. Более того, вокруг озера Галилейского располагались так называемые города Десятиградия. Так вот, эти города были заселены отставными римскими офицерами и солдатами, которые не говорили по-арамейски, а именно по-гречески или на латинском языке. Поэтому, вероятно, в ряде случаев и Господь, и апостолы переходили на древнегреческий язык. Тем не менее, беседы шли на арамейском. Кроме того, в тот период, как это можно увидеть на основании материала кумранских рукописей, вероятно, продолжал использоваться и древнееврийский язык, но только для составления некоторых религиозных текстов консервативными иудеями. Апостолы выбирают в качестве языка своих посланий, а потом и Евангелий, древнегреческий язык. Только одна книга Священного Писания Нового Завета была написана по-арамейски. Это первое Евангелие от Матфея. Но и то она была достаточно быстро переведена на древнегреческий язык, так что арамейский вариант вообще не сохранился. Так что мы имеем дело с книгами на древнегреческом языке. Но это был очень специфичный, очень необычный древнегреческий язык, а лучше сказать его диалект. Этот диалект называется в литературе по-разному. Иногда икини, или другое произношение экоэйне, то есть общепринятый. Иногда иэллиники, то есть эллинистический. И вот это второе название эллинистический указывает на период, на ту историческую эпоху, когда сформировался данный диалект древнегреческого языка. А сформировался он в так называемый эллинистический период, который начинается после кончин Александра Македонского и продолжается на протяжении третьего, второго и на территории Иудеи до середины первого века, до Рождества Христова формально, в том смысле, что в 63-м году до Рождества Христова римляне оккупируют Иудею. Но фактически вот этот вот процесс эллинизации продолжался третий, второй, первого века до Рождества Христова и заключался в усвоении греческой литературы и культуры многочисленными народами, которые находились на территории прежней империи Александра Македонского. Империя распалась, но благодаря тому, что вот эти вот территории были в какой-то момент подчинены грекам, местные народы стали усваивать греческую культуру. Этот процесс усвоения греческой культуры и получил название эллинизация. Однако эллинизация не была слепым механическим усвоением культуры греков. Это был сплав. Местные народы прежде всего приняли древнегреческий язык. Он стал языком международного общения и являлся таковым в первом веке по Рождестве Христовым. Это была, конечно же, первая и, видимо, основная причина, по которой апостолы выбирают данный язык для того, чтобы проповедовать Евангелие. Они превосходят древнееврейскую ограниченность, они обращаются ко всем народам мира. Однако, усваивая греческую культуру, народы сохранили при этом какие-то элементы своих собственных традиций. А вот возникающий, возникший, лучше сказать, в период эллинизма, в период эллинизации диалект древнегреческого языка стал отличаться от классического древнегреческого. Поэтому иногда его и называют еще постклассическим древнегреческим языком. В чем же было отличие? Отличие заключалось в том, что, во-первых, этот язык был открыт к усвоению новых терминов. Эти термины в разных сферах торговой, политической, юридической привносились как раз различными народами. Этот язык стал несколько иным по своей грамматике. Он стал более гибким. На нем мог выражать мысль практически любой человек, который мог жить не на территории, которая традиционно говорила на греческом языке, а на совсем других территориях. Это был язык, открытый к новизне. В нем происходили изменения, какие-то термины классического древнегреческого языка меняли значение, общие стали употребляться в частном смысле и наоборот. Вот что пишет об этом диалекте, коэне, древнегреческого языка, на котором и был написан Новый Завет, замечательный профессор Санкт-Петербургской Духовной Академии Николай Никонорович Глубаковский. Язык всех, на котором писали все, общепринятый язык, язык простой, аналитический, разлагающий сложные сочетания на краткие фразы, больше любящий выражать идеи раздельно, чем сливать их. Прежде всего он стремится к ясности, простоте, легкости. Но он еще и интернациональный, употреблявшийся весьма различными народами, которые не были ни греками, ни европейцами, каковы, например, сирийцы, иудеи, Александрии и Палестины. Этот язык универсальный, он служит всем и на все, изворотливый и гибкий, он может быть употребляем всеми, может выражать все новые идеи, даже иностранные. Поэтому, конечно же, когда священные авторы выбирают древнегреческий язык в диалекте Коэне, в этом есть не только логика, но и определенная обусловленность эпохой. Но была еще одна причина, по которой священные авторы Нового Завета говорят по-древнегречески, и на этом языке обращают проповедь к язычникам. Причина эта заключалась в том, что на древнегреческом языке уже была сформирована богословская терминология Ветхого Завета. И произошло это в Александрии, в третьем-втором веках до Рождества Христова, в процессе перевода Ветхого Завета с древнееврейского на древнегреческий язык. Перевода, который получил название перевод семидесяти или септуагинта. Переводчики-септуагинты в ряде случаев вынуждены были изобретать новые термины, хотя иногда не использовали уже существовавшие корни древнегреческого языка. Эти новые термины служили им для передачи смысла древнееврейской, богословской или богослужебной терминологии. Профессор Московской Духовной Академии Иван Николаевич Корсунский в своей докторской диссертации «Перевод семидесяти его значений в истории греческого языка и словесности» приводит десятки примеров греческих слов, которые употребляются только в переводе семидесяти или впервые употребляются, появляются в нем. Мы можем привести с вами такие примеры. Во-первых, конечно же, это знаменитое слово для указания на духовную или чистую любовь. Термин «агапи». Глагол «агапао» хотя и был известен у классических авторов, но использовался очень редко и не имел такого значения «любить возвышенной любовью». Современное историческое языкознание предполагает, что евреи, производя существительное «агапи» от глагола «агапао», имели в виду свой собственный термин «агава», «любовь», «любовь деятельного практического характера». Поэтому данный термин «агапи», который проявляется в септуагинте, имеет весьма конкретный и точный богословский смысл. Этот смысл впоследствии, конечно же, звучит и в Священном Писании Нового Завета. Но мы с вами знаем и другие примеры. Например, когда переводчики 70-ти используют греческий термин «локса», означающий в классической древнегреческой литературе «мнение суждения», для того, чтобы перевести им древнееврейское «кавод», некая «слава», «могущество», «потенция». Именно в этом значении «славы» термин «локса» входит в Священное Писание Нового Завета. Иван Николаевич Корсунский говорит о том, что лишь немного слов, встречающихся в Новом Завете, отсутствует в переводе 70-ти. И наоборот, в несколько раз больше слов богословского содержания, которые есть и в переводе 70-ти, и в Священном Писании Нового Завета. Например, из слов, начинающихся на букву «альфа», в Новом Завете только 177 не встречается в переводе 70-ти. А общих слов на «альфу» насчитывается почти в три раза больше – 493. Поэтому, как пишет один современный исследователь, выбор греческого языка как языка благовестия был обусловлен той высокой степенью эллинизации, которая наблюдалась повсеместно в Римской империи, включая отдельные провинции. В распоряжении апостолов имелась сформированная предшествующей традицией септуагинты богословская лексика – осмысление Верхозаветного откровения на языке, понятном для образованных людей в разных уголках империи. Эта работа мысли переводчиков септуагинты, проделанная в недрах Ветхозаветной Церкви, оказалась для проповеди апостолов не менее важной, чем продолжительное приготовление еврейского народа законом и пророками для общественного служения Господа Иисуса Христа. Итак, апостолы выбирают и для проповеди, и для записи посланий и других книг древнегреческий язык, но не в классическом варианте, а в другом диалекте, диалекте Куэйне, который отличается и грамматически, и по словарному составу, предполагает гибкость, открытость и возможность донести практически любую идею для человека, находящегося в любой части тогдашнего цивилизованного мира. И вот эта особенность греческого языка Нового Завета и станет одной из причин возникновения разночтений в древних рукописях. Большое спасибо за внимание. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok